День достоинства и свободы. В Киеве почтили память героев небесной сотни. Киевское водохранилище стало богаче. В его воды выпустили 100 тысяч штук зарыбка. Модная зима. Детский фэшн-вик прошел в столице. И себя показали, и больнице помогли. В честь несломленного украинского народа в Киеве создадут мемориал и музей революции. Он станет напоминанием о той высокой цене, которую украинцы заплатили за независимость, свободу и демократию. Заявил президент Украины во время торжеств по случаю Дня достоинства и свободы. Комплекс планируют разместить на аллее героев небесной сотни. Именно там во время революции достоинства погибло больше всего активистов. Петр Порошенко инициировал создание благотворительного фонда по сбору средств для строительства музея и мемориала. Также станет его первым спонсором. Украинцы продолжают бороться за независимость и европейский выбор и сегодня в условиях оккупации Крыма и войны на Донбассе. Украина надеется на продолжение санкций ЕС против России, подчеркнул глава государства. И объяснил, что не ввел военное положение в стране, так как считал важным сохранить систему политической конкуренции, права и свободы. И прежде всего, свободу слова. Петр Порошенко также отметил, что противостояние оппозиции с властью не должно перерасти во внутреннюю войну. Свойственное любой демократической системе соревнование власти. Соревнование с оппозицией не должно выливаться во внутреннюю войну. Войну без правил, которая ослабляла бы страну перед внешней угрозой. И чем более мутная вода, тем больше шансов, что враг будет ловить в ней свою рыбу. Я сейчас иногда прохожу по Майдану и думаю, господи, каким образом я выдержал все эти три месяца революции, пронизывающие до костей холод, страх и множество других вещей, которые должны были сломать, но ничего не сломало ни меня, ни других украинцев, которые тогда боролись за Украину. Потому что тогда было то, что заставило подняться миллионы – единство духа, единство наций и борьба за справедливость. А сейчас мне очень неприятно наблюдать за тем, как украинцев пытаются использовать в борьбе за власть. Почтили память героев небесной сотни, так же киевляне и гости столицы. Целый день люди несли цветы к месту гибели активистов. Зажигали лампадки, читали молитвы. Так отдавали дань уважения тем, кто зимой 2013-2014 года не пожалел жизни за Украину. Почтить память героев небесной сотни пришли их семьи, участники революции достоинства и все неравнодушные. У меня муж погиб здесь, недалеко от креста 20 февраля. Андрей Дыгдалович, восьмая афганская сотня. Он был на Майдане с 30 ноября по 20 февраля. Мы сами из Львова. У него осталось две дочери. Это для меня совершенно чужие люди, но я пришла почтить их память. Я прихожу очень часто сюда. Это для меня очень трогательно. Мне очень жаль этих детей, взрослых, погибших за нашу свободу. Я верю, что наша страна будет процветать и все у нас будет хорошо. Это пример для будущего поколения. Чтобы они учили и знали о поступках этих отважных людей, которые за Украину, за достоинство, за свободное будущее отдали свои жизни. Три года назад, 21 ноября 2013-го, началась революция достоинства. Сотни молодых украинцев собрались на Майдане на мирный протест. Требовали подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Позже акция переросла в масштабную. Ее участники уже выступали против коррупции и произвола власти. Хронология борьбы за свободу глазами очевидцев далее в сюжете. Украина – это Европа! Украина – это Европа! С таким лозунгом и целью 21 ноября 2013-го родился Евромайдан. Причина – решение Кабинета министров Украины приостановить евроинтеграцию. На мирную акцию протеста режим Януковича ответил особой жестокостью. Эта картина до сих пор перед его глазами. Для Анатолия это была первая революционная ночь на Евромайдане. И едва не стала последней в жизни. Тогда под утро 30 ноября Беркут начал силовую зачистку. Выбитые зубы, сотрясение мозга, многочисленные синяки и травмы. Так он поплатился только за высказанное право жить в европейской Украине. Избили меня в метрах ста отсюда. Я пытался встать, подняться на ноги, а силовики подбегали по несколько человек. И снова били, добивали, выбили все передние зубы. Те события стали переломными для Анатолия и Евромайдана. Тогда акцент протестов сместился с проевропейских на антиправительственные. А Толик твердо решил, не покинет Майдан до смены режима Януковича. С этим же требованием 1-го 8-го декабря 2013-го в столицу съезжаются активисты со всей Украины. Митинг становится миллионным. В правительственном квартале вырастают первые баррикады. Толик говорит, там в противостояниях ему не просто сломали нос, а изранили душу. Они стреляли из помпового оружия постоянно. И нас туда-сюда гоняли к украинскому дому. Мы применяли коктейли Молотова, их готовили там, ниже. Нам подносили и только бросай, спасай страну. Мы были настроены в то время, даже можно сказать, радикально. Было обидно, что практически в центре Европы, столице Украины, такой беспредел силовиков, что они так жестоко избили студентов. Жара. В протестный огонь подбросили диктаторские законы. Их Верховная Рада приняла 16 января 2014-го. Противостояния вышли за мирные рамки. Спецслужбы использовали нечеловеческие методы преследования. Стреляли, били, не жалея сил. Наступали силовики с черепахой. Закрытые. Черепаха расходилась, и они стреляли из помпового ружья. 22 января от пуль снайпера погибли первые герои «Небесной сотни» Сергей Нигоян и Михаил Жузневский. Смерти не испугали, а подняли и вывели на улицу еще больше людей. 18-20 февраля активные бои в центре Киева возобновились. Толик вспоминает тогда, как сейчас по улице текут ручьи воды, текла невинная кровь. От страха были холодными зубы. Я был здесь. Этот момент, когда все бегали, все горело. Дети, молодые ребята падали. Эта картина самая страшная в моей памяти. Никогда не забуду тот звук. От автомата, как плетка бьет. Застываешь и не знаешь, что делать. Аж зубы остывают. Там парню передо мной попали в живот. Он немного полежал, и все, конец. Так отдали жизни 49 невинных активистов. Тогда, 20 февраля, по ним правоохранители стреляли из огнестрельного оружия на поражение. Толик говорит, ему чудом не досталась пуля снайпера. А берегом стал этот столб. Каждый пытался за этот столб или за деревянный щит спрятаться. В тот момент думаешь, это не моя пуля. Нет, это не моя. И думаешь, а что сейчас будет, через секунду. Столб сохранил не одну жизнь. Смотрите, сколько в него пуль влетело. С тех пор свист пуль и дыхание смерти он слышит постоянно. Сразу после революции достоинства добровольцем ушел на войну. Защищать родину от российских оккупантов на востоке Украины. Сегодня продолжает служить по контракту. Революция была страшнее, чем война. Это я теперь точно могу сказать. Потому что тогда мы с голыми руками шли на пули. За время войны на востоке Украины патриотизм вырос. Война показала, что восток и запад – единая страна. И мы воюем за независимую и европейскую Украину. Мы не сдадимся, как не сдались во время революции. Выстоим и победим. Мультимедийную выставку, посвященную столетию Украинской революции, презентовали в столице «Отважные наши герои». Это проект Национального музея революции достоинства. На шести модулях представлены реконструированные типажи революционных эпох. От сечевых стрельцов до майдановцев. С помощью фото, видеохроники и кратких заметок посетители выставки могут осмыслить историю революционных лет с 1914 до 2016 года. Организаторы называют свой проект странствующим. Во-первых, потому что новосозданный музей революции достоинства еще не имеет своего помещения. Благодаря этой выставке в ближайшее время отважными героями революционного столетия ознакомятся в разных городах Украины. Мы подбирали резневарианты. Мы подбирали разные варианты названий. Многие оказались нам часто употребляемыми. Мы уже видели и людей свободы, и свободных людей. И вот как раз в этом случае больше подошло отвага. Она в этих типажах. Это не только профессиональные войны. Это и муж с женой. Это журналисты, студенты, медики. Отвага – это тот стержень, который не оставил этих людей равнодушными в то время, когда нужно было защищать права и свободы. Повторение Майдана в ближайшее время маловероятно. Так считают большинство экспертов, опрошенных фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. В исследовании участвовали 70 специалистов. По их мнению, массовые акции протеста могут быть организованы искусственно России и подконтрольными ей политическими силами в Украине. Агрессию северного соседа эксперты назвали основным негативным последствием Майдана. А главным позитивным достижением – изменение гражданского общества. А также свержение власти Януковича, восстановление курса на евроинтеграцию и подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме этого, удалось обновить власть и создать новые социальные институты. Однако полностью перезапустить власть за три послереволюционных года так и не удалось. Как и побороть коррупцию и ликвидировать непрозрачные схемы. Не наказали и виновных в преступлениях против участников Евромайдана. Относительно позитивных последствий Майдана, то они очевидны. Прежде всего, изменилось и активизировалось гражданское общество. Появились волонтерские движения. Начали внедряться реформы в ключевых сферах, которые тесно связаны с изменением ценностей и системой отношения в обществе и государстве. В политической сфере действительно произошли существенные изменения. Причем часть из них состоялась сразу после победы Майдана. Сейчас я не вижу угрозы монополизации власти. Безусловные достижения и свободы, которые появились. В частности, свобода слова. Мы имеем плюрализм мнений. Выборы тоже стали свободными. Плюралистическими и соревновательными. Тенденция к уменьшению количества обстрелов со стороны российских наемников сохраняется, сообщает в штабе АТО. Тем не менее, с начала этого дня зафиксировано 7 случаев применения оккупантами различных видов вооружения по позициям украинских военных. На Мариупольском направлении в районе Красногоровки боевики вели огонь из танка, а по Широкино и Гнутово из минометов различных калибров. Из БТРов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Марьинку. На Луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Крымскому. На Донецком направлении из гранатометов разных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Зайцево и Авдеевку. Всего зафиксировано 7 обстрелов. Очередная информационная провокация Кремля. Так, в Минобороны Украины прокомментировали заявления российских спецслужб о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов. Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал эти сообщения продолжением лживого сериала ФСБ. По его словам, это новая технология гибридной войны России против Украины. Лысенко заявил, что в оккупированном Крыму осталось много бывших военных. Они давно покинули службу и занимаются своим бизнесом. Но ФСБ, имея доступ к их делам в военных комиссариатах, легко может сделать из них так называемых диверсантов. Но то, что им инкриминирует, выдумка, отметил Лысенко. Напомню, 21 ноября в России заявили об аресте в Крыму двух человек. Их назвали украинскими диверсантами. Модная зима. В Киеве маленькие модели от года до 14 лет презентовали зимнюю коллекцию одежды от украинских дизайнеров. Также участвовали дети, переселенцы из зоны АТО в конкурсе национальных костюмов. На модном показе были наши журналисты. На подиуме настоящая зима. Со снегом, елками и мерцающими маленькими звездами. Начинающие модели показывают зимние коллекции ведущих украинских брендов. В этом сезоне в моде одежда из натуральных тканей в нежных цветах. Изюминка в рюшах и сфатина на вязаных изделиях. Актуальны кожаные силуэты и яркие пуховики. Украинская детская мода свободно может конкурировать с мировой, отмечают дизайнеры. К нам обращаются не только родители украинских детей, но еще и Россия, и Европа. Поэтому немножко в Украине начинает развиваться эта индустрия. Поэтому у нас есть все шансы выйти на европейский рынок. Европейские рынки привлекают и украинские вышиванки. Для их презентации на показе организовали отдельный конкурс национальных костюмов. Участвуют в нем почти полсотни детей из Донбасса. Трехлетняя Кира с гордостью демонстрирует свой наряд. Карпатская вышиванка ей досталась от старшей сестры. Мама маленькой модели говорит, для их семьи она имеет особое значение. У меня тоже есть вышиванка и несколько. И всегда на всех каких-то праздниках, мероприятиях, особенно дети старались одевать украинские костюмы. Особенно сейчас для меня и моей семьи вышиванка – это символ какой-то нашей страны, нашей истории, нашей культуры. У детского показа еще и благотворительная цель. На средства с продажи билетов и кастинг-фотосессий организаторы купили инфузионный насос для эффективной химиотерапии в детское отделение гематологии областной Днепропетровской больницы. Мы за этот год только купили 4 инфузионных насоса. Общую сумму – 160 тысяч гривен. Сколько будет существовать неделя детской моды, сколько у нас будет детей. Мы будем покупать и покупать эти оборудования и передавать в те города, которые действительно в этом нуждаются. В рамках всеукраинской недели детской моды показы состоялись во Львове, Одессе, Херсоне, Днепре и Харькове. Столица замкнула круг. Ярослава Гурбик, Петр Галко, Юэй ТВ. 100 тысяч штук зарыбка выпустили в Киевское водохранилище. Сделали это в частности для восстановления экосистемы водоема после трагедии марта 2010 года. Тогда, чтобы избежать во время паводка затопления загородных поселков, слишком резко и низко опустили уровень воды. Киевска… блин, сори. Давайте еще раз. 100 тысяч штук зарыбка выпустили в Киевское водохранилище. Сделали это в частности для восстановления экосистемы водоема после трагедии марта 2010 года. Тогда, чтобы избежать во время паводка затопления загородных поселков, слишком резко и низко опустили уровень воды Киевского моря. Лед обрушился и раздавил на мелководьях тысячи тонн рыбы. Частично запас восполнили в прошлом году. В этом в водоем выпустили растительноядные виды рыб – белого амура, карпа и толстолобика. Зарыбление организовали общественные организации. К концу года планируют выпустить в водохранилище еще 300 тысяч штук зарыбка. Толстолобик является одним из наиболее быстрорастущих видов. И с точки зрения формирования промыслового запаса этому виду нет равных. Я считаю, что данное мероприятие в значительной степени позволит оптимизировать структуру рыбного населения Киевского водохранилища. Данный залив, да, он непосредственно будет круглосуточно в ближайшие несколько дней охраняться, чтобы тут рыба, она должна акклиматизироваться, привыкнуть к новым условиям, к новой составу воды. Три медали добыла сборная Украины по спортивной гимнастике на первом этапе Кубка мира в немецком Котбусе. Все три награды принадлежат молодой семейной паре гимнастов. Бронзовому призеру Олимпийских игр в Лондоне Игорю Радивилову не было равных в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке. Его супруга Ангелина Кисле стала третьей в упражнениях на брусьях. Следующее соревнование в календаре спортивных гимнастов «Сокол Гран-при» состоится 25-26 ноября в чешском Брно. На этом завершаем выпуск. Больше новостей на сайте агентства Украинформ. Хорошего вечера и помните, ЮЭй ТВ всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин